День добрый, шановное спадарство! Меня кличуть Татьяна. Деле вертания у Беларусь исторично-культурной каштовности, деле поваги до нашей истории, до нашего минулого, я вырошила створить программу «Родовод». Слово «Родовод» походит от двух слов – «Род» и «Родима». У гэтай программе вы убачите видеофильмы «Абрадова святочной культуры», сярут, яких будуть усе важнейшие фольклорно-этнографичные з'явы Беларуси. А так сама я буду знайомить вас с цікавыми и пригожими людьми, які живуть у Беларуси и пригожими историчными местинами нашей любой и синявокой Беларуси. Первая наша программа присвящена «Калядам» и «Театру Батлейка». «Каляды» надышли цудовные «Калядные» дни. Усе мы чакаем ад них некого святочного настрою, марым абзяснений жаданью. И недзе глыбока-глыбока у души усе ж таки верым у цуд. Наши прудки так сама, як и мы, з нецерпеннем чакали «Калядов» и так сама марли абнейшим. Але традиции святкованья были крыху іншими, чем сегодня. Гэта датычаца и новогодних святов. Зараз у нашей культуры переплялося шмат розных плыняв. Ці гэта добра, ці гэта блага. Не ведаю, да и сёння нам никуды не дзецца ад уплыву розных культур. Да и не трэба. Галовная сваю не забыць. И да поможа нам у гэта батлейка. Батлейка. Батлейка – гэта беларускі народны лялічны театар. Батлейка ў Беларусі вядома спачатку шыстнадцатага стагодзе. Яна насіла розны назвы. Бятліемка, Яселька, Жлоб. Назва Батлейкі паходзець ад слова Батлеем, Вифлеем, гэрод, дзе нарадзіўся Христос. Да нас Батлейка трапіла з Польща і Украіны. Спачатку Батлейкай захапляляся семінарысты, вучні калігі, законнікі каталіцкіх ордэнаў. А лі вільмі хутка Батлейкай пачалі цікавіцца мяшчані, а потім і сяляні. Театр Батлейка робіцца народным. А ячы ж выглядала Батлейка. А выглядала яна так. Звычайна, рабілася вялікая звухярусная скрыня, якая нагадывала дамок ці вязковую царкву. Зачынялася гэтая скрыня. Зверцамі за місць вакон. Сцену альбо балькон, на якім гулялася само проставліні, драпіровалі тканіной, каляровымі папірами, тонні фігурками, з тонніх досьчачек. Ляляк звычайна, робіли з древа. Вусы, власы, бровы, спакулля, ільну, ті алчыны. С каляровы тканіны шыли аденні діля ляляк. Лялька звычайна, надявалася на драуляны ці металічны шпень, які рухаўся па пророзях ў падлозі. Пад час паказу батлийник стоял пазаді скрыні. Йон не толькі рухаўлярік, а ле размаулял за їх на розныі гласы, співаў. Часто ў паказі могло ўдільничать да сорока персонажів. Звычайна, батлийник был не толькі актёром, але і музыкантам, і режіссёром. Звычайна, батлийники булі вельмі таліновітыми актёрами-самородками. Спачатку ставіліся толькі две сцэны на релігійний тэмат. Гэта цар Ірад і цар Максимілян. А лі стягам часу пачалі ставіцца сцэны і на соціальний тэмат. Данас дайшлі їх назвы Антон Сказой і Антоніха, Вольскі Купец в Польскі, Бэрка Карчмар, Матей і Доктар, Ванька Малый, Паніч і многі-многі іншія, пранізанія соціальній сатырай. Батлийнікі вандравалі па ўсёй Біларусі. І заусюды, в кожным кутку наші необ'ятнай країны, яны былі вельмі добрымі гастяні. І гэта не дзінна, асабліва батлейкі, радуваліся дзіці. Всяго налічвалася шэсь розных видал батлеек. Ця рот їх, асаблівае місце, займаюць такі батлейкі, як батлейкі, паводлі, театра цяні, батлейкі батлейкі са сменными прозрыстыми декарациями, добшицы. А лісу стракаліся, батлейкі паводлі театра цяні, батлейкі на нітках, марионеткі, а так само батлейкі с пальчатными ляльками. Непад батлейкі пайшо пасля таго, як па нашай країні прокатіліся адна за другою разбуральнія війны. А потім на смену батлейкі прышли саправдніе театры с саправдніми таліновітыми актёрами. Але як нічто добре не може знікнуць навіки, так не знікла і батлейка. І в наші часы яна пачала адрадження. І пасля долгого молчання батлейка пачала адрадження. Пра гэта вас паведзе гурт Горинь. Пра гэта Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер господарам гэтай хаты Добрый вечер гостики дороженьки Добрый вечер детки маленькие Пусть у нас зараз святочный час А скажите-ка ли ласка А какое ж свято мы зараз святкуем? Ой, дети молодцы, коляды А чё ж ведаете вы? А як гэта свято узникла? А чому мы его зараз святкуем? Гэта хорошее свято Гэта хорошее свято, конечно, вельми хорошее свято Мы сёня вам расскажем, як нам старые люди рассказывали А отколь гэта свято узникла? Чому она так называется? Люди гэта живут у ёлсты сумра, што каля крупа Вот сказали они нам, што калести давным-давно жили-были две сёстры Одна прыгожая дыздатная, на усе руки маэстрыха А другая худая и рабая И звали их калядами У багатой каляды коза была Коза? А вот я коза калядная Горная дылладная У другой же каляды худой и рабой Ничего не было А прочь толкача дыгляняного кошика З якого она воду пила Што дня пастила И ничога не рабила Звали я е бедной альбо голодной А у тым крае люди на огул кепска жили Тому, што сонейка, пярун, сердзиты, скрал Свою щиткой чёрной яго накрыл И яно тольки лець-лець под крыса выглядала А ведомо, што ж, коли соника нема Дык люди невесёлые, дыбледные ходят По сонику смуткують З усим не працують Бо того, што, коли думают, чё ровно ш Канье цвету настал Дык богатая каляда Возьми им и да поможа То порадаю добраю То молока и масла даст, почастуя их А то и песенку весёлую заспеваю Бедная шка ляда Тольки со своего глиняного ковшика в аду пьет Горкие слёзыньки льет Днями пастись По сонику плачет Так ли бедненькой хочется соника на воле убачить Убивается, горькими слезами заливается Так же, бедная, хочется убачить то и соника, что перун под крысой чёрной шлитки своей схавал Пусть проходит некий час Надо, что на людям сумывать да горовать Слухайте, каляда, шли бы вы уже на самом деле до перуна Да попросили бы его уже солнце назад А то что мы тут всё вон морнеем, оружием не сломать его Чё, не бачно вы никуда Ну, что вы уже тут сядете, сходите за перуна Может он вас хоть послухает Ну, что, Каза, пойдем солнце шукать? Ме-е-е, пойдем! Ой, сестрица, возьмите меня с собой Пятером, ой, то есть втроём веселее будет Ты купи тебе, с тобой только любина горишься А я не горюйте, я не горюйте Я вам приглашусь А можно узнать? Возьмем? Где возьмем? Возьмем 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 Возьмем, горычка Ходим с нами Может она что, добрая потребушка Возьмем 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 ПЕСНЯ 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 ГОСНЯ ПЕСНЯ 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 Меня не тёплыми осветили, ай, выпустишь меня. Стихни, стихни, с огонь не любил, то дитячек слёз и бабских глушенью, отдам я тебе твоё, але памятай за молитвы твои штудённые, за душу твою верную, забирай своё солнце, и сестру свою забирай, и козу свою дохлую забирай, идите только отсюда. И выпустил пярун Соника, зашло оно на небо синее, людям радость принесло, землю осветило, а каляда богатая да бедная, разом с козой, вернулися до людей, люди их про всё распытали, каляда им про всё рассказали, про своё цикавое подороже, и ось люди, каб одячить с того часу и святкую свято, якое мы называем калядами. У гонор и память двух сястю, якие вымолили у перуна, Соника на небо выпустить, тепло и радость людям проездил. Соника на небо выпустил. Продолжение следует...